На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном отпраздновали день города и округа. Праздник получился масштабным и зрелищным. Мы любим Видное! Акция «Наш лес» стартовала в Ленинском городском округе. В какой уголок города Видное не зайдешь, да и не только Видное. И везде видишь, как дерево, которое ты посадил, уже стало большим. Видновская взрослая поликлиника открыта. Теперь уже официально. Это новое оборудование в эндоскопической службе. Это колоноскопия, гастроскопия. Новое оборудование у офтальмологов. В минувшую субботу жители муниципалитета отметили День Ленинского городского округа и города Видное. О начале праздничных мероприятий расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. День Ленинского городского округа и города Видное традиционно начинался с благодарственного молебна в Георгиевском храме. Православные верующие собрались на праздничную службу. Вместе со всеми ее посетили представители администрации муниципалитета. По окончании службы благочинной церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин поздравил собравшихся. Помолились также и о всех трудящихся на этой земле, и о всех жителей, жителям земли Видновской, чтобы труд был во благо, в радость, чтобы соседи жили мирно и дружно, и чтобы эта земля благоукрашалась улыбками жителей, улыбками детей. Затем глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. Тем самым почти в память павших на полях сражений. Ведь во многом, благодаря их подвигам, сегодня мы празднуем очередную дату со дня основания города. Также представители администрации осмотрели недавно открытый монумент «Стена памяти», после чего отправились на выставку предприятий и организации муниципалитета, расположившуюся на советском проезде. Торговый центр «Формула-Х» специализируется на товарах для активного отдыха и мототехники. Недавно заключили партнерское соглашение с мотобольным клубом «Металлург». И в ближайшее время планируем у нас открытие Аллеи Славы, посвященной звездам мотоспорта, на которой первая звезда будет посвящена как раз-таки мотобольному клубу «Металлург». Хотели бы, пользуясь случаем, вас пригласить на открытие Металлеи Славы. Одним из самых ярких мест на выставке стал «Оранжевый шатер» компании «Спасские партнеры», которая занимается производством специй. «Все очень просто, для любых блюд подходит. Все, кто пробовал, всем нравится. Не знаю, может, кто-то, конечно, скрыл. «Глад, тебе понравилось?» «Да, замечательно». «Для любых блюд, для мяса, для салата, для первых блюд». Посетители выставки могли познакомиться с деятельностью образовательных учреждений, логистических предприятий, медицинских центров. На ярмарке вакансий жители города имели возможность подобрать себе интересную работу. На данный момент в нашем каталоге представлены вакансии от 50 компаний Ленинского городского округа. Всего вакансий порядка 150. Это вот мы за месяц собрали такую базу. Мы будем рады помочь жителям Ленинского городского округа работать, не выезжая в Москву, минуя все пробки, и приносить благо нашему округу. За время пандемии видновчане соскучились по массовым мероприятиям и радовались празднику. «Очень понравились. Концпарк понравился, детишек очень много. Коби Геймс тоже, кстати говоря, не было, не видела раньше. Вот с этих комплект. Крупное предприятие достаточно. Я знаю, много видновчан работают с этих комплект. «Каждый выдает какой-то подарок, чем занимается их организация. Так интересно ознакомиться с продукцией». Тем временем праздничный день только начинался, и все самое интересное было впереди. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Продолжились торжественные мероприятия у памятника основателям города Видное. Здесь были объявлены имена новых почетных граждан Ленинского городского округа. Лучшие из лучших – те, кто являет собой прекрасный образец мудрости и трудолюбия, чьи успехи – гордость всего нашего муниципалитета. По традиции в праздничный день были объявлены имена новых почетных граждан Ленинского округа. Церемония прошла у памятника основателям города Видное. Поздравляю вас с днем Ленинского городского округа и города Видное. Эти праздники объединяют людей абсолютно разных поколений и судеб, которые по-настоящему любят свой край, бережно относятся к истории, работают во имя его настоящего и будущего. В нынешнем году в числе жителей, внесших весомый вклад в развитие муниципалитета, два человека. Директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина в сфере образования уже почти 50 лет. Не с честь числа ее учеников, многие из которых живут и трудятся на благо Видновского края. Именно любовь к своей малой родине – вот что, по словам Татьяны Викторовны, постоянно мотивирует двигаться вперед. Я всегда гордилась тем, что я живу в таком прекрасном городе. Это были еще 70-е годы, когда я только начинала. Но, вы знаете, у меня никогда не было ни капли сомнений или желания отсюда как-то уехать. И жили мы в условиях не очень хороших когда-то, когда начинала учителем еще работать. Но, тем не менее, я считаю, что лучше, прекраснее нашего города нет вообще в Москве. Почетным гражданином Ленинского округа стала и директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе. Ее воспитанники регулярно занимают места на пьедесталах европейских и мировых первенств. А в этом году пловцы Евгений Рылов и Иван Гирев стали победителями Олимпийских игр. Увидеть задатки чемпиона и привести к большой победе – такие задачи всегда ставит перед собой Гульнара Джамаловна. Я люблю свою работу. Я, наверное, самый счастливый человек. Я люблю работу, приходить, видеть ребят. Они смотрят тебе в глаза. Они тебя никогда не обманывают. Это такие искренние глаза, которым всегда можно верить. И я прихожу с удовольствием. Также были присвоены звания лауреата в премии Ленинского округа. Это 15 профессионалов из самых разных сфер жизни. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В день рождения города в Видном стартовала уже традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево». Жители микрорайона «Северный квартал» вышли на берег реки Купеленки, чтобы своими руками сделать территорию набережной зеленой и комфортной. К ним присоединились представители местной власти, депутаты, активисты и наш корреспондент Татьяна Брылова. Набережная реки Купеленка с каждым годом преображается. Обустраиваются зоны отдыха, здесь любят гулять местные жители. В день города было решено высадить Рябиновую аллею, чтобы это место стало еще более зеленым. Кепка, футболка, ее я надену гораздо позже, и перчатки. В общем-то, все, что нужно для того, чтобы посадить сегодня дерево. Нет, еще хорошее настроение. С хорошим настроением пришли на высадку деревьев и местные жители, и представители муниципальной власти. У последних опыт в этом деле немалый. Я вот сейчас, находясь на этом месте, тоже подумал, а сколько деревьев высажены, вот лично. Вот в какой уголок города видное не зайдешь, да и не только видное. И везде видишь, как дерево, которое ты посадил, уже стало большим, которое ты сажал со своими маленькими детьми. Это и парк центральный, это и Расторгуевский парк, это и микрорайоны города видное, включая вот эти новые. То, что акция стартовала именно в Купеленке, не случайно считает начальник территориального отдела 6-й микрорайон Татьяна Спирина. Для нас экологическая обстановка очень-очень важна. Кроме того, что эта набережная у нас новая, мы все-таки надеемся, что это будет парковая зона когда-то. Сейчас мы начинаем обустройство панорамной такой площадки, которая будет с качельками, с прогулочной зоной, с лавочками. Настроение участникам праздника решили, как говорится, приподнять. Игры, задорные песни, люди пускались в пляс. Счастье не разлетело, птицы улетела, за облака время река. И вот торжественная минута. Участников акции поздравили с Днем города и с хорошим начинанием глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. С Днем округа, с Днем города, всем здоровья, мира, любви. Здорово, что сегодня много детей у нас здесь, акцию, которую губернатор наш придумал. Уже миллионы деревьев по Подмосковью высажены. Сегодня мы здесь, в Купелинке. Надеюсь, что у всех хорошее настроение. Мы сегодня вспоминаем известные фамилии людей, которые работали, улучшали нашу комфортную среду проживания, которые основали в том числе наш город и наш район. И один из них как раз это Тимофей Игнатьевич Лемешко. Есть улица в старом городе с его названием. Так вот, это великий озеленитель. Нам есть на кого равняться. Старт дан, и все принялись за дело. Желающих оказалось значительно больше, чем саженцев. Дети помогали взрослым. Но независимо от того, сколько было лет участнику акции, каждый чувствовал неповторимый всплеск эмоций и понимания, что ты вовлечен в важное дело. Предзадача какая? Задача, чтобы если ребенок своими руками сажает дерево, или взрослый, он уже никогда дерево просто так не спилит, не сломает и так далее. У него в голове это подсознательно будет сидеть. Поддержать благое дело приехали и представители других территориальных отделов вместе с депутатами своих округов. У нас нет каких-то территорий наших, не наших, своих, не своих. Наша территория, Ленинский городской округ, это наша родина. Поэтому мы в любом случае, где бы что ни делали, мы делаем для себя, для друзей, для родных и просто для жителей. Вы как-то вот не в той обуви пришли деревья сажать. Для доброго дела не жалко. Вообще легкая нога, как говорится. Ну, я надеюсь, да. У меня проживает, проживаемость стопроцентная. В том, что деревья будут расти и радовать уверены и местные жители. Анастасия Овечка пришла с мамой и маленьким сыном. Для Марка это место стало малой родиной. Он здесь родился и уже пускает корни. Ну, хотели, чтобы сынок посадил свое первое дерево. Мы сюда ходим уточек кормить и заодно будем ходить, набирать воды в бутылочку и поливать дерево. Очень быстро жители и участники сегодняшнего мероприятия разобрали деревья. Мне досталась возможность только полить одно. Всего в этот день на набережной реки Купеленка высадили порядка 130 деревьев. Но акция будет продолжена. С 1 по 18 октября в Ленинском городском округе новую жизнь обретут около полутора тысячи молодых кленов, лип, рябин. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. День города в этом году запомнится и врачам Видновской взрослой поликлиники. Здание год находилось на капитальном ремонте. И хотя прием населения в учреждении уже ведется, праздник по случаю его открытия совпал с Днем города и округа. Взрослой поликлинике через несколько лет стукнет 50. Ее открыли в 1974 году. Капитального ремонта здесь долго не было, хотя и врачи, и пациенты не раз замечали. Он необходим. Сегодня здание полностью обновили. Изменился фасад и внутренняя отделка, проведена замена коммуникаций. Знаю, там много просьб еще по лифтам. По лифтам мы договорились, тоже Светлана Анатольевна дала добро и Андрей Юрьевич. То есть до конца года они должны быть установлены, современные уже. Надеюсь, что здесь никаких сбоев не будет. И поликлиника уже сейчас в куда более комфортных условиях будет еще лучше. Торжественное открытие взрослой поликлиники состоялось в День города Видное. На праздники особые награды получили семь врачей ВРКБ. После перерезания красной ленты руководство больницы пригласило всех присутствующих на экскурсию по новому зданию. Несколько у нас именно дня можно получить? Их три. Раз, два. И здесь у нас. Давайте откроем, посмотрим. Обновленное учреждение сегодня соответствует всем стандартам губернаторской программы «Бережливая поликлиника». Здесь организовано разделение потоков терапевтического и диагностического отделений, дневной стационар и, конечно, удобные холлы для комфортного ожидания. Но самое главное – все оборудование в больнице новое. Это новое оборудование в эндоскопической службе – это колоноскопия, гастроскопия. Новое оборудование у офтальмологов, у лор-врачей, у хирургов, у травматологов, у физиотерапии. Вот мы все привыкли видеть какие-то ржавые, старые, железные приборы физиотерапии. Вот есть повод посмотреть, как они выглядят в новом состоянии. На экскурсии гостям показали и кабинет лечебной физкультуры, отделение неотложной помощи, оборудование узкопрофильных специалистов. Врачи описывали все новое с радостью. Теперь и они, и их пациенты будут находиться в комфортной обстановке. Но этого мало считает депутат Государственной Думы. Нужно поднимать статус медработника. И, конечно, это одна из главных задач сегодня государства на всех уровнях. В Московской области еще есть проблема, так скажем, конкуренции с Москвой, где совершенно другая заработная плата. Но, конечно, Министерство здравоохранения Российской Федерации должно заботиться в этом плане, что доктор должен получать в зависимости от квалификации заработную плату такую же по всей стране. На сегодняшний день переезд в обновленное здание уже завершен. С начала месяца пациентов здесь принимают терапевты, врач-инфекционист и неотложная помощь. Сейчас работу начали и специалисты-онкологи. Также в поликлинике уже можно пройти УЗИ-диагностику. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В обновленной видновской взрослой поликлинике обновлен и штат специалистов. Только за август в медицинское учреждение трудоустроились семь врачей. Какие именно, расскажет Екатерина Борисова. Долгожданный переезд в взрослой поликлинике из здания детской наконец полностью завершен. Вместе с обновленными интерьерами и оборудованием медицинское учреждение может похвастаться и новыми специалистами. Так, за последний год во взрослую поликлинику были трудоустроены 14 докторов. А в августе штат пополнился еще на семь участковых, одного врача общей практики и несколько узкопрофильных специалистов. Приходят доктора молодые, медицинские сестры на этапе трудоустройства фельдшер, который будет обслуживать вызыва на дом. То есть тем самым мы активно осуществляем подбор кадров для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи. Молодой врач, терапевт Юлия Седачева в Винновскую поликлинику перешла из Домодедовской. Говорит, тут и условия, и коллектив лучше. Расстояние оживет Юлия по-прежнему в Домодедово. Доктора не смущает. Врачом решил стать еще в детстве. С детства хотела помогать. И так пошла. Пошла наперекор родителям, чтобы не пойти в бухгалтерию. Когда видишь, что человеку реально помог, как-то внутри как-то лучше становится. То есть думаю, что не зря прожил эту жизнь. Просто хочется быть специалистом в своем деле. В пандемию Юлия получила дополнительную специализацию – оказание помощи паллиативным пациентам. В ближайших планах девушки параллельно с работой окончить ординатуру по специальности лучевая диагностика. Таких молодых, активных и амбициозных врачей привлекать в подмосковные поликлиники, расположенные совсем рядом с Москвой, довольно сложно. Благо, есть программы социальной поддержки. Это социальная ипотека. Это компенсация съема жилья. Если работа в сельской местности, а есть у нас подразделения взрослой поликлиники и в сельской местности, это компенсационная выплата. Фельдшерам – полмиллиона, врачам-терапевтам – один миллион рублей. Сейчас в Витнамской взрослой поликлинике работает 60 врачей, из них 23 – терапевта. Но руководство продолжает набор сотрудников. Здесь будут рады участковым терапевтам, хирургам, офтальмологам и врачам функциональной диагностики. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. И вновь возвращаемся к главному событию. Весь праздничный день в Витнам было весело, шумно и многолюдно. А кульминацией праздника стал красочный салют на стадионе «Металлург». Еще с утра на площади у кинотеатра «Искра» стали собираться видновчане и гости нашего города. Здесь развернули праздничные мероприятия, где все желающие пели и танцевали, участвовали в различных мастер-классах и конкурсах. Окунуться в веселую атмосферу пришли целыми семьями. Хозяйка Артемона и Буратино. Бальвина. Бальвина, умничка. Пока ребята проверяли свои знания сказок, взрослые вспоминали историю нашего города, его первостроителей. Интересных занятий на праздники хватало всем. Можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее, смастерить поделки своими руками и даже полюбоваться доспехами средневековых рыцарей. Очень хороший праздник для детей, много интересных, развивашек. Дети счастливы и довольны. Ты любишь мастер-классе? Да. А какую? Он интересный, у меня много приключений. Особый иншлаг был у столика, где рисуют песком дети с азартом и полные вдохновения принялись творить. Высыпай в тарелочку, они сейчас будут сыпать и все закрасить, не переживайте. Высыпай, прям аккуратненько. Вот так вот, чудесно. Необычная, но вместе с тем простая техника позволяет отлично передавать задумки юных художников. А тем временем на сцене зажигали творческие коллективы из разных уголков Ленинского округа. Постепенно людей на праздники становилось все больше. Настроение вообще очень замечательное, концерт шикарный, дети молодцы, очень талантливые. Очень веселая атмосфера, поздравляю всех жителей города Видного. Желаю городу продолжать развиваться. Мы любим мирное! Весело и шумно было и в Расторгуевском парке. Здесь также организовали различные мастер-классы и увлекательные конкурсы. Кульминацией праздника стал вечерний салют на стадионе «Металлург». Любимый город, с днем рождения! Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok